На площади борцов революции взлетают и падают представители экстремальных видов спорта, скейтеры и скутеры. Скутерами, кстати, называют тех, кто катает на самокате, а про скейтеров уже давно наслышаны жители Владивостока. Сам фестиваль посвятили Году памяти и славы в России. Он стал частью цикла мероприятий в честь окончания Второй мировой. Сегодня у нас номинация «Лучший трюк», «Лучшая линия», собственно, скейтеры вот сейчас за лучший трюк борются. Конкуренция есть, ребята заряжены, сильные спортсмены есть. Интересно смотреть. На фигуре мини-рампа в рамках двух номинаций «Лучший трюк» и «Лучшая линия» участники выполняли задуманные комбинации. Крутили випы, барспины, слайды и многое другое. Судьи оценивали качество и чистоту выполнения, а затем награждали победителей денежными призами. Спонсором и организатором выступило общественное движение «Мы – Приморье». Сейчас вот после большого перерыва, для меня большой рывок такой новый, начал, можно сказать, со вторым, со свежим дыханием кататься. Сегодня все очень круто, потому что в этом году у нас не проходили никакие особо соревнования, фестивали. И даже такое небольшое мероприятие уже большой плюс. После вручения призов победителям, всем желающим на той же площадке предложили написать диктант победы, посвященный событиям Второй мировой войны. Так подрастающее поколение показало свои познания в истории. Кирилл Самойлов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.